Торопятся ли майнеры расстаться с добытыми биткоинами? Как коррекция рынка отразилась на трейдерах? Сможет ли налоговая служба США взломать аппаратные кошельки? Это и многое другое смотрите в нашем новом выпуске новостей. Рады приветствовать вас на канале Битсмедиа. По данным GlassNote, 28 апреля семидневная скользящая средняя дневного объема монет, переведенных майнерами на криптовалютные биржи, упала до 152,77 биткоинов. Это минимальное значение с 8 октября 2020 года. Показатель снизился на 80% с момента достижения максимума в 805 биткоинов 23 февраля. В апреле майнеры вернулись в режим накопления. За последние два месяца баланс монет на их адресах увеличился более чем на 8000 биткоинов до 1 809 992 биткоинов. Такое сокращение переводов биткоинов на бирже говорит об их настроениях. Майнеры выводят туда как можно меньше монет, рассчитывая продать их по более высокой цене. Однако по состоянию на 28 апреля переводы майнеров на бирже составляли менее 1% от общего притока 32 912 биткоинов на торговой площадке. На прошлой неделе биткоин резко упал ниже 47 тысяч долларов. Коррекция затронула лишь краткосрочных трейдеров. Аналитики GlassNote сообщили, что резко выросло количество молодых монет, удерживаемых меньше недели. А монеты старше 6 месяцев составили небольшую долю от общего числа транзакций. Это говорит о том, что долгосрочные инвесторы сохраняют веру в биткоин, несмотря на владельность рынка. На сегодняшний день биткоин торгуется около 57 тысяч долларов. Платформа децентрализованного страхования Nexus Mutual добавила поддержку проектов, работающих на основе Polkadot, Cosmos и Binance Smart Chain. С помощью Protocol Cover Nexus будет покрывать последствия инцидентов в этих сетях. Сюда относятся взломы смарт-контрактов, атаки на оракулы и сбои в управлении. Гендиректор Nexus Hugh Carp сказал, что по мере расширения индустрии DeFi создаются новые риски. Поэтому будут добавляться определенные протоколы, а платформа будет обновляться для оказания страховой поддержки проектам, работающим даже в разных сетях. Стартап Bender Labs представил протокол WRAP – децентрализованный MOS для передачи токенов ERC-20 и ERC-721 между блокчейнами Ethereum и Tezos. Протокол позволяет трансформировать токены этих стандартов в стандарт FA2 блокчейна Tezos. Токены блокируются в собственном блокчейне и соответствующее количество их обернутых версий появляется в другой сети. Цена преобразованных токенов привязана к исходным криптоактивам, но их можно свободно использовать в экосистеме Tezos. Гендиректор Tezos Hugo Rinadine назвал это решение автономным банком для открытой финансовой системы. В блокчейне Tezos комиссия за транзакции даже на сумму более 1 миллиона долларов составляет от 1 до 15 центов. Поэтому временное перемещение токенов в этот блокчейн позволит снизить комиссии. Налоговая служба США ищет специалистов, которые смогут обучить ее сотрудников взламывать конфискованные аппаратные кошельки для криптовалют. Следователи не могут получить криптоактивы, хранящиеся на таких устройствах, узнать объем средств и даже их наличие. Это усложняет конфискацию криптовалют, а в сумме речь может идти о миллиардах долларов. Однако специалист по компьютерной безопасности Эндрю Тирни сказал, что можно взломать лишь некоторые модели аппаратных кошельков. Комплексное решение по взлому устройств создать крайне сложно. Кошельки хранят лишь ключи для доступа к криптовалютам. Если владелец знает о попытке взлома и если у него есть сохраненные ключи где-либо еще, он может с легкостью переместить активы. Правоохранительные органы США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова. Он обвиняется в проведении нелицензированных денежных переводов и отмывании 336 миллионов долларов через сервис микширования BitcoinFog. По данным прокуратуры, через этот миксер прошло около 1 миллиона 200 тысяч биткоинов с рынков Даркнета Silk Road, Evolution, Alphabay, Agora и Silk Road 2.0, а также биткоины, украденные с криптовалютных бирж. BitcoinFog не был зарегистрирован в сети по борьбе с финансовыми преступлениями и не имеет разрешения на ведение деятельности в Вашингтоне. Федеральные агенты проанализировали транзакции с биткоинами, финансовые отчеты, записи интернет-провайдеров и данные электронной почты. Следователи идентифицировали Романа Стерлингова как основного оператора BitcoinFog. Благодарим Вас за просмотр! Если хотите нас поддержать, ставьте лайк этому видео. Будем благодарны за любые отзывы как по нашей работе, так и по содержимому новостей. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok